Четвертая книга Моисеева. Числа. Глава тридцатая. И Моисей пересказал сынам Израилевым все, что повелел ему Господь. Вождям, которые представляли все колено сынов Израилевых, Моисей передал такое повеление Господа. Если кто даст обет Господу, нечто сделать для Него, или свяжет себя клятвую, что будет воздерживаться от чего-либо, он должен держать свое слово, должен исполнить все, что произнес устами своими. Если женщина в девичестве своем, когда живет еще в доме отца своего, даст обет Господу или пообещает воздерживаться от чего-либо, то все обеты ее должны ею соблюдаться и всякое обещание о воздержании исполняться. Но это только в том случае, если отец ее, услышав об обете или такого рода обещание дочери, не возразил ей. Если же он, узнав о ее обете или ее обязательстве о воздержании, запретит ей их исполнять, она освобождается от них. Господь не вменит ей это в вину, поскольку отец запретил ей это сделать. Если на замужней женщине остаются какие-то обеты или поспешные обещания, которыми она связала себя, она должна соблюдать их только в том случае, если ее муж, слыша о них, промолчит. Однако, когда муж, услышав, запретит ей держаться ее обета или поспешного обещания, которым она связала себя, он тем самым отменит их, и Господь не вменит ей это в вину. Любой обет вдовы или женщины разведенной остается для нее обязательным. Если женщина, живущая со своим мужем, дает обет или клятвенно обещает воздерживаться от чего-то, а он, слыша о том, ей ничего не говорит и не запрещает, все такие обеты и обязательства о воздержании, принятые этой женщиной на себя, должны исполняться. Но если муж такой женщины откажется признавать их, как только о них услышит, тогда ничто из сказанного ею, ни один из ее обетов и никакое обещание о воздержание не будет обязательным. Муж ее отменил их, и Господь не вменит ей это в вину. Любой обет и всякое клятвенное обязательство, данное женщиной для смирения ее души, муж ее имеет право утвердить или запретить. Но если муж, услышав о них, молчит и день, и два, то он тем самым выражает свое согласие с ее обетами и взятыми на себя обязательствами о воздержании, признает их молчанием своим. Однако если он отменяет их спустя какое-то время после того, как стало ему известно о них, тогда за ее вину он будет в ответе. Таковы установления, которые дал Господь Моисею об отношениях между мужем и женою, между отцом и дочерью в годы девичество ее, когда живет она еще в отчим доме. Глава тридцать первая. Господь сказал Моисею, воздай медьянитянам за сынов Израилевых, после этого отойдешь ты к праотцам своим. Моисей обратился к народу. Снарядите своих воинов для битвы против медьянитян, дабы совершить над ними отмщение Господне. По тысяче человек из каждого колена Израилева должны принять участие в военном походе. Вооруженных воинов по тысяче человек от каждого колена, всего двенадцать тысяч, было набрано войско из тысяч Израилевых. Послал их Моисей в сражение, по тысяче от каждого колена, и с ними Финееса, сына Элеазара священника, который взял с собой сосуды из святилища и трубы походные. Пошли они в атаку на медьянитян, как повелел Господь Моисею, и истребили всех мужчин, включая и пятерых царей медьяна — Эви, Рекема, Сура, Хура и Рева. Сразили мечом и Валаама, сына Беорова. А женщин медьяна и детей их взяли в плен сыны Израилевы, и как добычу увели они и весь крупный рогатый скот медьянитян, и весь мелкий, и забрали все их добро. Поверженные города и окрестные селения их были преданы огню. Собрали они все захваченное имущество, всю добычу людей и скот, и доставили все, пленных захваченное имущество и добычу, к Моисею и Элеазару священнику, и всему обществу сынов израилевых в Стан, который был расположен на равнинах Муава, близ Иордана, где на другом берегу был Иерихон. Моисей с Элеазаром священником и вожди общества вышли за Стан, чтобы встретить своих воинов. Моисей разгневался на военачальников, глав тысяч и сотен, возвратившихся из похода. «Это что? Вы оставили в живых всех женщин? Ведь это они, по совету Валаама, побудили сынов израилевых пойти на измену, проявить неверность Господу Упиора, вызвав то бедствие великое, что обрушилось на общество Господне. Так убейте же теперь всех мальчиков и женщин, знавших мужчин. А девиц, которые мужчин не знали, оставьте для себя. Но семь дней вы должны пробыть вне Стана. Ведь всякому, кто убил человека или прикоснулся к сраженному, не только вам, но и пленникам вашим, нужно будет ритуально очиститься в третий и в седьмой день. И должны вы будете очистить и все одежды ваши, каждую вещь из кожи или изделий из шерсти козьей, равна и деревянную утварь вашу». Элиазар, священник, сказал воинам, ходившим в поход, что таков чин обряда очищения, предписанного законом, заповеданным Господом Моисею, и добавил, «А все, что из золота, серебра, меди, железа, улова и свинца, все вещи, что огонь выдерживают, в огонь поместите, и будут чисты они, но и им должно пройти через воды очищения, а что боится огня, следует только водой очищать. В седьмой же день, когда постираете одежды свои, станете чисты и сможете вернуться в стан». После того Господь сказал Моисею, «Ты с Элиазаром и с главами родов ваших пересчитайте и людей, и скот, все, что было захвачено. Все это разделите на две равные части между воинами, участниками похода и всем остальным обществом. Из доли воинов, участников похода отделите, как приношение Господу, от каждых пятисот одну пленницу и одну голову крупного рогатого скота, одного осла и одну овцу. Это приношение Господу из их половины добычи, и она должна быть передана Элиазару священнику. Из половины же добычи сынов Израилевых возьмите от каждой пятидесяти человек одну пленницу и одну голову скота крупного, одного осла и одну овцу. Это отдайте левитам, которые отвечают за скинью Господню». Моисея с Элиазаром священником так и сделали, как повелел Господь Моисею. И оказалось, что всей добычи, захваченной воинами, того, что было в стан доставлено, шестьсот семьдесят пять тысяч голов мелкого рогатого скота, семьдесят две тысячи крупного, шестьдесят одна тысяча ослов. А что до пленниц, это были тридцать две тысячи девиц, не знавших мужчин. Половина доставшаяся войску составила триста тридцать семь тысяч пятьсот голов мелкого рогатого скота, из них приношение Господу шестьсот семьдесят пять. Воины получили и тридцать шесть тысяч голов крупного рогатого скота, из которых в приношение Господу семьдесят две головы. Получили они и тридцать тысяч пятьсот ослов. Приношение Господу из них составило шестьдесят одну голову. Из шестнадцати тысяч девственниц, доставшихся войску, Господу были отданы тридцать две. Все, что составляло часть Господню, Моисей передал в качестве приношения, как заповедовал ему Господь, Элеазару священнику. И та половина, которую сынам Израилевым отделил Моисей из добытого воинами, составило тоже триста тридцать семь тысяч пятьсот голов мелкого скота, тридцать шесть тысяч крупного, тридцать тысяч пятьсот ослов. Были им отданы и шестнадцать тысяч девственниц. Но от этой половины всей добычи, от доли не участвовавших в сражении сынов Израилевых, Моисей взял одну пятидесятую всех пленниц и скота и отдал все это левитам, которые отвечали за скинию Господню, как заповедал ему Господь. Тогда пришли к Моисею военачальники, главы тысяч и сотен, и сказали ему «Слуги твои пересчитали всех воинов, бывших под нашим началом, и оказалось, что никто из них не погиб. И вот мы приносим Господу вещи золотые, которые каждый из нас добыл, браслеты для предплечий и запястья, перстни, серьги и подвески, чтобы восстановить нарушенные объединения с Господом. Моисей с Элеазаром приняли от них золото, все эти искусно сделанные вещи. Все золото, поступившее от военачальников, глав тысяч и сотен, золото, которое Моисей и Элеазар преподнесли как дар Господу, весело шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шекелей. Каждый из воинов взял свою добычу для себя. А Моисей и Элеазар, священник, получив золото от военачальников, глав тысяч и сотен, внесли его в шатер откровения. Ради сынов Израилевых, дабы пред Господом оно о них напоминало. Псалтырь. Псалом семьдесят четвертый. Руководителю хора. На мелодию не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя. Близко и дорого имя Твое тем, кто о чудных делах Твоих возвещает. Ты сказал, во время со мной самим определенное, я суд праведный свершу. Содрогнуться может земля со всеми живущими на ней, но я крепко держу основание ее. Говорю кичливым, не кичитесь. И нечестивым, не поднимайте высоко рога, не поднимайте так высоко рога свои, не говорите с людьми, шею вытянув надменно. То, что человека возвышает, не приходит с востока, с запада или с юга. Судья всем Бог. Одного он принижает, а другого возвышает. Чаша гнева в руке Господа, с вином приправленным пенищимся в ней. Вино это он разливает, и всем нечестивцам земли выпить непременно придется все, со всем осадком. А я об этом буду возвещать всегда и воспевать хвалу Богу Иакова. Он обломает все рога нечестивых, да вознесутся рога праведника. Послание Иакова. Глава вторая. Братья мои, пусть вера ваша в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, будет свободна от всякой предвзятости по отношению к людям. Придут, скажем, к вам на собрание два человека. Один богатый, одетый и с золотым перстнем, а другой бедный, в поношенной одежде. Если, глядя на наряд богатого, скажете ему «Сюда садись, пожалуйста, здесь лучше», а бедному скажете «Стань в сторонке» или «Сядь здесь у меня в ногах». Если так по-разному относитесь вы к братьям, не оказываетесь ли судьями, да к тому же еще и со скверными мыслями. «Подумайте сами, братья мои возлюбленные, не бедных ли этого мира наделил Бог богатством веры? Не их ли избрал, чтобы наследовали царство, которое Он обещал любящим Его? А вы худо обходитесь с бедными. Но разве не богатые притесняют вас и таскают вас по судам? Не они ли хулят доброе имя, каким вы стали теперь называться? Если всегда исполняете закон Вышний так, как в Писании сказано, возлюби ближнего своего, как себя самого, хорошо делаете. Но если по одежке людей встречаете и по-разному к ним относитесь, то грешите, и перед законом Вы преступники. Кто, соблюдая закон в целом, согрешает хотя бы в одном чем-то, тот и во всем виновным оказывается. Ведь тот, кто сказал «не прелюбодействуй», он же заповедал «не убивай». Так что даже если не прелюбодействовал ты, случись тебе убить, перед законом ты преступник. Говорите и действуйте всегда, как люди, которые по закону свободы судимы будут. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости. Ей, которую отвергли они, торжествовать на суде. Что пользы в том, братья мои, когда говорит кто-то, что верует, а делом этого никак не подтверждает? Спасет ли его такая вера? Если брат или сестра ваши нуждаются в одежде и голодают, а кто-то из вас скажет им «всего доброго вам, одевайтесь теплей да питайтесь получше». Но сам не даст им того, в чем у них нужда? Что пользы в словах его? Так и с верой. Без дел она мертва, сама по себе ничто. Если попробует кто-то возразить на это, одному дается вера, а другому дела, отвечу ему «покажи мне эту веру твою, которая без дел, а я тебе свою в делах моих представлю». Ты веришь, что только один есть Бог? Хорошо делаешь. Однако ведь и бесы веруют и трепещут при том. Но не угодно ли тебе, жалкий ты человек, признать, что вера без дел тщетна? Когда Авраам, отец наш, возложил Исаака, сына своего, на жертвенник, разве не за это свидетельство веры? Был он признан праведным. Ты и сам знаешь, что именно вера Авраама явила себя в делах его, и совершенной она в делах этих стала. Тут все вышло по Писанию. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И назван был Авраам другом Божиим. Так что видите, будет признан человек праведным или нет, от дел его зависит, а не от одной только веры. Вот и Рааф, продажная женщина. Разве не делами по вере ее угодила она Богу, когда приняла в дом свой вестников и проводила их другой безопасной дорогой? Так что снова скажу, вера без дел, как тело без духа, мертва.